Здравствуйте, ребята! Я рада встрече с вами вновь на уроке музыки. Мы продолжаем с вами изучать раздел «Культурное наследие». Тема сегодняшнего нашего урока – «Радость народа». Сегодня на уроке ты узнаешь, что такое сал и сире, и чем они отличаются друг от друга. Но прежде чем перейти к нашему уроку, давайте, ребята, вместе попробуем угадать загадку. Тем самым мы с вами определим ключевые слова нашего урока. Она у каждого бывает, кто про невзгоды забывает. Ты хочешь петь и веселиться? Ей можно с другом поделиться. Она любимая, как сладость. Она от рада наша. Ну, конечно же, ребята, вы правильно догадались. Это слово «радость». Ключевые слова нашего урока – это «радость» и «веселье». Давайте скажем эти слова на казахском и на английском языке. На русском. «Радость», «веселье». Повторяйте вместе со мной. «Радость», «веселье». На казахском. «Мерике», «Куанаш». Вместе. «Мерике», «Куанаш». На английском. «Джой», «фан». Вместе. «Джой», «фан». Какие вы молодцы, ребята! Устно-поэтическая культура и музыкально-словесное искусство казахского народа были очень древними. Основными носителями казахской кочевой устно-поэтической культуры являлись жарау, жарше, акыны, салы и серы. При этом каждый из них был носителем каких-либо специфических жанров, тесно связанных с социальными функциями. У истоков эпической культуры стояли жарау. Они решали общеплеменные и государственные задачи. Акыны же представляли собой народно-демократическое веяние и были в основном лириками. А салы и серы были представителями музыкально-театрального искусства, кочуя по всем дальним и ближним родам и племенам, по всей территории Казахстана. Салы и серы стояли у истоков актерского мастерства, драматического и циркового искусства. Они были людьми, способными собрать вокруг себя всех одаренных и творческих молодых людей – юношей, девушек, обладающих разнообразными талантами. Сами же салы и серы были искусны во многих жанрах – в цирковом искусстве, искусстве борцов, в ораторском и музыкально-исполнительском. В отличие от творчества Жирау и Акынов, основным у салов было яркое и веселое театральное действие, забавное зрелище. Представления салов всегда были очень красочными, они привлекали внимание огромного количества людей. Если же дать точное определение, то салы и серы – это народные актеры кочующего театра. Приезд такого театра во главе с салом – это настоящее событие для аула. Между салами и серы было много общего, но существовало определенное различие. Прежде всего, их отличал репертуар. Салы являлись зачинателями и выразителями легкого и веселого, праздничного, комедийного и даже сатирического жанра. Они одевались броско, вызывающе, гораздо ярче, чем серы, и вели себя раскованно. Серы же были более сдержаны и во внешнем облике, и в своем репертуаре. Жанр сал и серы очень ярко представлен в творчестве двух певцов-композиторов. Это Биржан Сал Кужагоула и Ахан Сиры Курамсаула. Биржан Сал Кужагоула – выдающийся казахский поэт, композитор, талантливый певец, прекрасно владеющий дамброй, рано стал известен в народе. Он создал неповторимые музыкально-поэтические произведения, много ездил по аулам, участвовал во многих состязаниях. Собрав вокруг себя талантливую молодежь, поэт создал самостоятельный кочевой театр. Также известно, что он был большой мастер в искусстве поэтических состязаний. К лучшим проявлениям творчества в этом жанре относятся его состязания Сары Тастанбековой. Давайте прослушаем и просмотрим видеофрагмент из оперы Мукана Тулебаева «Биржан и Сара». Мукана Тулебаев Мукана Тулебаев Ахан Сире Курамсауле Знаменитый поэт, композитор и певец казахского народа. Имел красивую внешность, отличался изящными манерами и сильным приятным голосом. С юных лет он выделялся тягой к музыке и поэзии, а его постоянное участие в празднествах и состязаниях закрепило за ним приставку Сире. На произведениях, созданных Аханом Сире, воспитывалось не одно поколение казахских композиторов и исполнителей. Многогранный талант Акына позволял изображать ему современную действительность, используя жанровое и тематическое разнообразие музыкально-песенного искусства. Многие песни Аханом Сире использованы в операх, пьесах казахских композиторов и писателей. Они занимают достойное место в репертуаре современных певцов и артистов. Сегодня мы прослушаем самую знаменитую песню Аханом Сире – «Манмангер». В 70-х годах Ахан Сире дважды женился, но смерть унесла обеих жен. Из глубокой депрессии поэта вывел его любимый конь – кулагер, который становится широко известен в сыроарке, выигрывая подряд все бойги. Акын посвятил ему свою знаменитую песню «Манмангер» с ласковой и нежной мелодией в ритм поступи с кукуна. Акын посвятил ему свою знаменитую песню «Манмангер» с ласковой и нежной мелодией в репертуаре современных певцов. Акын посвятил ему свою знаменитую песню «Манмангер» с ласковой и нежной мелодией в репертуаре современных певцов. Акын посвятил ему свою знаменитую песню «Манмангер» с ласковой и нежной мелодией в репертуаре современных певцов. Дорогие ребята, наш урок подошел к концу. Спасибо вам за внимание. До новых встреч!